Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 2 мая и вот теплица номер 1 у меня почти засажена. Там двух не хватает. И вот здесь трех штучек не хватило вчера мне. Посажу позже. И вот сейчас уже можно поговорить и о схемах посадки, потому что видно и все дорожки, которые я вот здесь уже натоптала туда-сюда бегая, и все сорта. И сейчас я расскажу. Первая тема будет, какие именно томаты, то есть какие сорта я высаживаю для получения раннего урожая в теплицу номер 1. Это самые первые посевы, самые ранние вот эти будут, самые первые помидорки будут именно в этой теплице. Я уже на эту тему говорила, называла все сорта, которые я собиралась высаживать. И зимой я их все сейчас озвучивала. У меня уже заранее был план. Ой, подождите, сейчас попробую. Вот здесь у меня был Гемидов, Королевский, Джина, Клуша, Русские колокола, Толстый Джек, Госпожа Удача, Настенька, Любимый праздник, Пудовик, Розовый мед, Клубничное дерево, Сибирский изобильный, Загадка Долину Роз, Загадка природы. Короче, все вот эти сорта, которые здесь написаны, у меня они все высажены, только добавлено еще немного и, конечно, не в той последовательности. Вот здесь у меня Гемидов, вот этот первый ряд, где у меня красным там в плане отмечено, я всегда говорила, это класс повышенной опасности, то есть те, первый и второй, которые я высаживаю в самые-самые ранние сроки, из которых я планирую получить первый урожай. Вот это Демидов и Настенька, они примерно почти одинаковые по своим характеристикам, но сейчас я вам расскажу вкратце, почему именно они для получения раннего урожая. Можно было бы выбрать скороспелые, но у скороспелок обычно меньше плод, мельче, и вкус уступает вот тем, которые средние. А вот эти такие крепкие среднячки, то есть это среднеспелые, ближе к ранним, у них срок вегетации, от всходов до первого плода созревания 110 дней, считаем. Я их посеяла 26 января, примерно 2-3 февраля они взошли, вот считаем, 3 марта месяц, 3 апреля 2, 3 мая 3, то есть сейчас им 90 дней, и если вот по прогнозам, как заявлено производителем, значит через 20 дней на этих томатах, ну вот я говорю именно про Демидова, но они одинаковые, что Демидов, что Настенька, на этих томатах я могу получить уже первые спелые плоды, это будет конец мая. Ну мы посмотрим, это конечно зависит от всего, и от погоды, и вот от того, в каком состоянии была рассада, когда я высаживала, но я ее высадила, она вся выглядит очень хорошо, все, с этими мы выяснили. Это у меня Демидов, спиридон, почти такое же описание. Госпожа Удача, похож, видите, он и куст похож на Демидова, но он выше, и плоды уже крупнее. Госпожа Удача, они такие более крупненькие плоды, мне колышки мешают здесь. Так, потом, и такая же клуша. Вот это все именно для раннего урожая. Это те толстоногие, на которых я всегда делаю ставку, а и вот Настенька. Еще к ним можно добавить, которые не толстоногие, но тоже я посеяла в этот же срок. Это вот будет у меня подарочный Джина и Толстый Джек. Джина и Толстый Джек, первый год на испытании, они у меня выращивались в таких больших объемах, посмотрим. Все, вот эти сорта, правая половина, это чисто, вот ранние урожаи, ранние посевы. Дальше идут те, которые уже более крупные, и они уже более позднего посева, то есть это февральского. Это просто нормальные тепличные сроки. Какое тут, не помню, то ли средина февраля, но тут с разных лотков. Тут уже идут у меня пудовик, любимый праздник, потом русские колокола, которые я всегда выращиваю в теплице, несмотря на то, что они мелкие. Видели в прошлом году, наверное, оранжевые, такие вытянутые колокольчиками. Тут у меня и русский богатырь, потом в этой стороне, вот он, штраух, смотрите, какая красивая зелень. Уже начались листики новые здесь образовываться. Штраух, потом индийское мясо, это новое мне дали. Потом матреша, тоже новинка. Потом идет Вова Путин, давали мне в прошлом году, семена я выращивала осенью, помните, я хвалила, хороший мне понравился сорт. Вот Вова Путин, потом сибирский изобильный, второй год посадила. Но вот это все, как вы понимаете, вот с того боку, это все высокорослые, от которых не очень скоро дождешься помидорку спелую. Дальше там, тут итальянские спагетти, потом первый раз посадила клубничное дерево. И, ну не важно, там еще один сорт. Я вот, которые новинки, я не помню, эти-то я знаю наизусть и в лицо. И вот получается, что первая теплица у меня смешанная. Полтеплицы я жертвую для получения раннего урожая, засаживаю детерминатными сортами. Здесь у меня уже сорта такие, как Пудовик, любимый праздник. Они, хотя и детерминатные, но они высокие. А, здесь еще розовый мед будет, ага. Они высокие, метр двадцать, метр пятьдесят, и они крупноплодные. Все. А тот ряд только великаны. Великаны будут вот так тут сплошной стеной стоять. Я буду подвязывать их туда, до самого потолка. Все, можно сказать, что первую теплицу я упаковала. Все они стоят в стройными рядами. Уже даже на некоторых поливочные шланги лежат. И вот сейчас следующий видеоролик как раз будет о поливе. О поливе во время высадки. Как все-таки поливать. Я расскажу, как я поливаю. И сейчас у меня немножко изменения. У меня раньше были лунки под полив из шланга, а теперь вот изменилось. Но я сейчас в следующем видео все расскажу. До свидания. Вот это краткий обзор по просьбам зрителей показать, какие томаты я высадила в теплицу первые. И объяснить, почему именно их. Вот я объяснила, это для раннего урожая, а это будут потом крупные, попозже сладкие, вкусные. Но первые тоже сладкие. Самые сладкие первые помидоры.